Константин Мержоев Константин Мержоев Константин Мержоев Константин Мержоев Помнили поезд земли? Это экспедиция, которая задумывалась в 2002 году. В 2011 году я предложил этот проект Русскому географическому обществу в Москве. И получил положительный ответ на осуществление этой экспедиции. Получили грант из рук Владимира Владимировича Путина. Вот. И эта экспедиция началась. Очень сложно было подобрать команду, потому что на это время, на такое протяженное время 900 дней, то есть почти там 3 года, 2,5 года. Но, к моему удивлению, команда сложилась. Основной ее состав состоял из участников Краснодарского края. Всего стартовало 6 человек основной группы. Старт нашей экспедиции был... Это мыс Принца Уэльского, это крайняя северо-западная точка североамериканского континента. Это граница с Россией и Берингов пролив. И оттуда мы начали свое движение в сторону города Анкоридж. Город Анкоридж, в который мы прибыли, это столица штата Аляска. Поэтому, как бы, это центр всего, откуда можно начать свое путешествие, скажем так. А в Анкоридже мы приобрели автомобиль, микроавтобус GMC, и на нем проехали до границы с Гватемалой. Аляска, ни для кого не секрет, в истории российского государства очень историческую ценность имеет, я бы так сказал. Но, к сожалению, сейчас Аляска не принадлежит нам. Она была продана. Освоение Аляски, оно уже насчитывает около 300 лет. Поэтому здесь те люди, которые первые поселенцы, я имею в виду из европейцев, были русские мореходы. Которые осваивали эту Аляску еще тогда, когда эта экспедиция была организована при Петре Первом. Сейчас, на данный момент, на Аляске также находится много русских поселений. Это в основном люди, как староверы. Это те, которые сохраняют те традиции, обычаи русского народа, которые еще были с древних времен. И там несколько волн эмиграции были. И последняя волна эмиграции, которая была, это в 90-е годы. Там очень много мы повстречали русских людей, которые приехали на Аляску после того, когда разрушен Советский Союз. Во-первых, качество дорог очень хорошее. Мало того, есть такая знаменитая трасса Ай-де-Тарет, которая... Это гонки на собачьих упряжках, одной из самых знаменитых в мире. Так вот, вдоль этой трассы Ай-де-Тарет, которая, в принципе, проходит по тайге, по лесотундре и так далее. Но, как это ни странно и ни смешно, там даже стоят дорожные знаки. Хотя дороги, как таковой, там практически не существует. Чего нельзя сказать о Канаде. Как только мы пересекли границу с Канадой, на дорогах появилась гололедица. Канада, она запомнилась нам бизонами, гуляющими вдоль дорог, оленями, всякими горными козлами, которые спускаются. Потому что дорога вьется как раз между горами. И это происходит абсолютно свободно. Никто их не трогает, и они никому не мешают. Стоят предупреждающие знаки и так далее. Плюс это встречи с индейцами, те, которые живут в резервациях, которые по сей день, скажем так, отстаивают свои интересы и права. Но, честно говоря, большое количество, конечно, все-таки, которые злоупотребляют спиртными напитками. Как только мы проехали по Канаде, на границе с США и Канадой, мы подъехали к вулкану Беккер. И это был первый вулкан, на который мы зашли. Это вулкан довольно серьезный, потому что это был март месяц, и все стояло в снегу и во льду. Когда мы на него поднимались, глубина снега порой достигала почти по пояс. Мы не успели подняться за один день, и поэтому пришлось заночевать под самим вулканом. А потом рано утром мы вышли, пока еще не начиналась ни вьюга, ни метель, мы постарались туда взойти. Но при самом восхождении она началась, и уже на подъеме, там, где мы шли довольно по крутому склону, в кошках, следорубами и так далее, началась пурга, и когда мы поднялись, видимости абсолютно никакой не было. Потом, когда на спуске, когда были на высоте где-то около тысячи метров, тогда раздуло, открылась великолепная панорама, и мы увидели то, откуда мы пришли, и насколько это прекрасно. В Соединенных Штатах везде идет очень неспешная жизнь. Большое количество полных, я бы даже сказал, толстых людей. То есть, то, что показывают по телевизору у нас часто в кино, что девушки очень красивые, худенькие и так далее, я могу сказать, что таких мы вообще практически не встречали. То есть, это очень толстая нация, я бы так сказал. Столкнулись с полицией, их много и часто можно видеть, они появляются на дорогах. Приятно то, что они абсолютно неподкупны, да. Мы не пытались давать взяток, потому что нас сразу предупреждали, чтобы не вздумали никогда таких вещей делать, потому что, если вы даете ему в руки, как нам объясняли, деньги, он у вас их принимает, но тут же одевает на вас наручники. То есть, вы уже зарабатываете себе срок. Вот. Но при всем при этом, это люди, которые как запрограммированные. Они не могут войти в ваше положение, если вы, ну, скажем так, вот если это не положено, то это не положено и все. У американцев все вулканы практически, те, которые, ну, интересные, активные, значимые, они являются национальными парками. Лассен-Пик является одним из таких продвинутых, скажем так, мест. Летом на Лассен-Пик свободно можно подъехать под самую вершину, ну, под сам вулкан. На данный момент, когда мы поднимались, опять же, это все было занесено снегом и рыхлым снегом, поэтому нам пришлось, опять же, подниматься в два дня. Первый день мы поднимались к вершине, под вершину, затем вырыли там снежные пещеры и в них переночевали, а потом с утра пошли на восхождение, поднялись на него. Великолепная погода стояла тогда, мы много тогда подсняли. Это очень интересный вулкан, большой, большой кратер. Фумарольная деятельность у него также проявлялась. Ну, что самое для нас было интересное, это то, что мы увидели, то, что входило в этот национальный парк, это, ну, скажем так, несколько кратеров, которые были, ну, потухшие, скажем так, но они выделялись четко внизу под вулканом Лассен-Пик. Восхождение на Лассен-Пик тяжелое, но потому, что большая глубина снега и в некоторых местах еще было так же по колено, чуть выше колена снег, и приходилось много тратить сил для того, чтобы торопить. Был момент, когда на спуске у нас один из участников сорвался, пролетел около 300 метров, но зарубился и тем самым спасся, скажем так. Когда мы пересекли границу с Мексикой, как-то стало легче дышаться. Вот реально вам говорю, такое впечатление, что вы как бы попали домой. Вот. Это естественно, сразу же изменились дороги, то есть они стали не очень хорошие. Столкнулись мы с произволом, это произвол полиции, то, которое, можете себе представить, находясь, допустим, в Канаде, да, и в Соединенных Штатах, где абсолютно такое, пускай, я еще раз говорю, они как роботы, но они, во всяком случае, денег с вас не хотят. Здесь же, в Мексике, вы можете ездить по правилам, но вас все равно сразу же останавливают. Говорят, что вы там нарушили правила и так далее. Апофеоз всего этого был в Мехико, когда нас останавливали с интервалом где-то примерно от 3 до 10 минут. Короче говоря, как только нас видели, сразу нас останавливали и сразу требовали деньги. Даже не спрашиваю, то есть давай деньги и все. Я не мог понять, почему так происходит, но потом в посольстве мне объяснили, что скорее всего они думали, что вы мексиканцы, которые были на заработках в Соединенных Штатах и теперь приехали обратно и с деньгами. А когда видели, что это, ну скажем так, не мексиканцы, но все равно иностранцы, значит, нужно было взять деньги. Сама по себе Мексика, конечно, не зацикливаясь на таких вещах, я могу сказать далее, с народом, да, точно так же бывает порой пытались обманывать везде. То есть вот, допустим, вы подходите, покупаете какой-то продукт или какую-то там, я не знаю, безделушку какую-то, или там пытаетесь вписаться в какой-то из ночлежек и тебе говорят, что это стоит, допустим, образно говорю, не помню сейчас цену, допустим, 100 песо. Ты говоришь, хорошо, достаешь 100 песо, а они тебе говорят, а нет, я перепутал, это стоит 200. Ты говоришь, ты только сказал 100, он говорит, не-не-не, это случайно, это я думал, что ты не то спросил. И начинается. И то есть, короче говоря, пытаются постоянно вас обмануть и нажиться. В конце концов, я дошел до того, что подходил и спрашивал, сколько это стоит. Он говорил, допустим, 100 песо, я образно опять же говорю. Я говорю, напиши на бумажке, он пишет 100 песо. И потом, когда он начинает врать, я говорю, вот видишь, ты написал 100, вот тебе 100, забирал и уходил то, что мне нужно. То есть вот таким вот образом. Иначе, честно говоря, я могу сказать абсолютно серьезно, деньги бы закончились экспедиционные еще в Мексике. Что касается тех районов, горных районов, деревень и так далее, конечно, Мексика довольно, ну, бедная страна. И в этих районах мало, не то, что мало, их практически нет, туристов. Вот. Люди живут в довольно жестких условиях. И хлебом достается очень тяжело. Дети начинают работать, вот я реально говорю, это что Мексика, что вообще практически вся Центральная Америка, лет с трех, с четырех. Земли очень мало, плодородные и очень скудная растительность. Поэтому животные, допустим, коровы, очень жалкий вид имеют. Они очень худы, торчат кости. Я даже не представляю, что из них можно доить, из этих коров. Чем еще интересна Мексика? Это, конечно, своими вулканами, да. Самая высшая точка Мексики – это вулкан Арисаба. Он высокий вулкан, около пяти тысяч, если я не ошибаюсь. Он относится к действующим вулканам и довольно сам по себе интересный. Вулкан туда много делает восхождений. Но наиболее интересные, с моей точки зрения, это были вулканы Фояга-де-Калима. Это вулкан действующий, он постоянно выбрасывает большое количество пепла. И также у него активная фумарольная деятельность. Это является национальным парком, и к нему подойти не разрешают. И нам пришлось обойти его с другой стороны, где не распространяется, скажем, где нормальные люди не ходят, я бы так сказал, где не так все просто. И сделали попытку восхождения его с другой стороны, там, где как раз проходят лавовые поля. Естественно, вулканический карст, воды практически нет. То есть, вы представляете, сильная жара, которая давит на солнце более 50 градусов. Для того, чтобы совсем уж не умереть от жажды, мы добывали воду из кактусов. Вот здесь же, в этих районах, очень интересный вулкан под названием Парикутин. Он знаменитый на весь мир, этот вулкан. Это тот вулкан, который в 40-х годах образовался на огороде одного из крестьян. Но чем он интересен? Тем, что, во-первых, из трещины начало изливаться лавой. И буквально за несколько месяцев он поднялся более чем на 600 метров. То есть, лава, когда пошла в сторону деревни Парикутин, так как лава текла тихо, спокойно, то есть, местные жители успели уйти. Но лавовый поток полностью накрыл, то есть, сжег полностью весь этот населенный пункт. Но что интересно, он не тронул церкви, которая находится, можно сказать, почти в центре лавового поля. То есть, лава его обошла, и церковь эта стоит до сих пор и является центром паломничества. Что касается стран таких, как Центральная Америка, это такие, как Гватемала. Гватемала – одна из самых опасных стран в мире на то время считалась, то есть, три года назад. Там постоянно ведутся всякого рода военные действия между собой. Мы были тогда как раз в то время, когда была предвыборная кампания нового президента. Была большая предвыборная кампания, много было всякого рода выступлений, много всяких демонстраций. Там народ конфликтовал между собой, были погибшие, трупы там и так далее. И мы столкнулись, вначале мы столкнулись, первое – это превосхождение на вулкан Акатинанга. Где-то примерно посредине, на высоте около двух тысяч метров. Когда мы отдыхали, я услышал какие-то стоны, и поднявшись чуть выше, я увидел человека, который лежал на тропе, который протягивал руку. Видно, что он, как бы сказал, находился в критическом состоянии, протягивал руку и просил о помощи. Я быстро позвал ребят, оказалось, что начали его переворачивать, оказалось, что у него были простреляны ноги в районе таза, и был прострелян таз и половые органы. Связали носилки из подручных материалов с бамбука, там и лианами перевязали, и снесли его вниз и сдали полиции. Вот, он долго обнимался, плакал и благодарил, потому что, ну, я думаю, что действительно ему повезло, потому что, я думаю, что, скорее всего, бы он погиб, если бы мы случайно на него не вышли. Сначала старта экспедиции прошло уже несколько месяцев нашего путешествия, и каждый из нас уже мог понять вообще, куда он ввязался. И мы наконец-то стали определенно понимать, что нас может еще ждать, какие трудности и к чему мы должны быть готовы. Продолжение следует... Продолжение следует...